Всем добрый день! Сегодня я хочу рассказать об изменениях моего сына Бостона. Хочу напомнить, что мы проходим дистанционное лечение центра ВРД. На сегодняшний день Бостон стал намного взрослее, внимательнее, самостоятельнее. Насчет взрослее то, что он за себя начал самостоятельно решать какие-то дела. Допустим, если кушать хочет, то он может пойти положить себе покушать, налить себе суп, положить себе второе блюдо, сесть и самостоятельно покушать, убрать за собой после того, как покушать, помыть за собой посуду. Самостоятельно, без напоминания, может поиграть в игрушки, после того, как поиграть в игрушки, может убраться за собой. Я ему вообще не говорю, он сам убирается за собой. Вещи складывает тоже. То, что складывает в тумбочку, должно в тумбочку кладет. А то, что надо вешать в вешалку, он сам вешает в вешалку. Рубашки, допустим, футболки он может повесить на вешалку. Может вынести мусор. Правда, мусоропровод у нас в подъезде находится, но все равно он может вынести мусор. Но самостоятельно, конечно, еще нет, но в любом случае, я его могу попросить, он может вынести мусор. Он самостоятельно начал, без напоминания, чистить зубы утром и вечером. Причем начал более качественно чистить. Вечером не ленится. Даже он уже спать лег. Он может вспомнить об этом, может сказать, что забыл зубы почистить и может пойти зубы почистить. Еще такая хорошая новость у нас, что Бостон начал ходить на подготовку к школе. К подготовке к школе начал ходить. Мы уже месяц ходим, но правда еще у нас не очень хорошие результаты, но как бы ему надо еще догонять своих сверстников. Но мы после того, как я сказала Давиду, после того, как провели сеанс, после первого же сеанса преподавательница сказала, что он сегодня вел себя хорошо, сидел на уроке, хоть что-то сделал, выполнял задание. До этого надо было с ним приходить и постоянно надо было ему диктовать. А на этот раз она сказала, что я ему только сказала, но объяснила, как делать. Он сам дальше продолжил, сделал. После того, как мы провели сеанс, первый сеанс. После второго сеанса как бы он еще более как бы стал внимательней. Написал даже диктант, что надо было там буквы продолжить написать. Преподавательница как бы объяснила, как что делать. Он оказывается самостоятельно все это сделан. Вот такие у нас результаты на сегодняшний день. Все это благодаря центру Байер Давиду. Я очень счастлива, что встретила таких людей. Огромное спасибо. Еще он очень любит каждый день слушать сказки от Есефе. Спасибо. Отдельное спасибо Есефе за сказки.